Здравствуйте! Вот даже не ожидал, что так активно будет подхвачена тема с изменениями, произошедшими на 67-м маршруте автобуса. Напомню, мне пошли жалобы, что когда заменили маленькие машины на большие, то количество автобусов резко уменьшилось, теперь 67-е ходят редко, народу битком, едут долго, закругляются рано. Вот попросил людей высказаться ВКонтакте на моей странице и на странице группы программы Абзац, каково им сейчас и что они по поводу этого думают. И понеслось. Много говорить не буду, кому интересно, сами почитайте, особенно в группе программы интересное обсуждение. Чиновникам будет полезно узнать, что простые люди думают об этом, да и людям, может, будет что добавить и от себя по данной теме. Зато реакция Департамента транспорта, которую мне опять же транслировали через соцсети, была весьма странной, если не сказать стрёмной. Основный упор там предпочли сделать на то, что я оперирую недостоверной информацией, мол, сказал, что пустили вместо маленьких автобусов в большие муниципальные. А это не так. И эти машины тоже принадлежат фирме-частнику ООО «Самара Автогаз». Ну, пипец ошибка. Признаю, был неправ. Но что это меняет в плане отвратительности с точки зрения оценки людей работы, получается, частной конторы? Основной-то посыл и акцент был не в том, чьи автобусы вышли на маршрут, а в том, что сейчас пассажирам, то есть огромному числу самарцев, стало очень неудобно. Люди хотят, чтобы или вернули как было, ну или отладили работу этой конторы так, чтобы она не вызывала нареканий. Все. Но чиновникам это невдомек. Им проще намекать. А, мол, откуда такая заинтересованность? Не отрабатываю ли я интересы конторы, которую турнули с маршрута? Да вот, знаете, мне как-то пофиг, кто на 67-м будет деньги зарабатывать. Прежняя контора, нынешняя или какая-то другая. У меня требование одно, чтобы оказывала она услуги населению настолько качественно, чтобы люди были довольны и не жаловались. А задача профильного департамента — контролировать и корректировать работу предприятия так, чтобы уменьшился временной интервал, и чтобы в автобус можно было и попасть, и доехать на нем, вот хоть в относительном комфорте. Вот о чем думаете, а не о том, что вам приписали чужие машины. Хотя, знаете, если этот вопрос может оказаться настолько принципиальным для чиновников, то извольте. Еще мне скинули такую информацию, мол, а автобусы в плане собственности муниципальные, просто переданы в аренду участникам. Также узнал, что транспортная компания СТК закупила 100 больших автобусов. Их мы и видим, и якобы СТК-то собиралось изначально купить на 80 машин больше, но тут кризис шмизис, поэтому купили меньше, отсюда и дефицит автобусов на маршрутах. Да населению на эти оправдания пофиг. Людям важно, чтобы им за их деньги оказывали качественную услугу, и они могли бы быстро и хотя бы в относительном комфорте попасть из удаленных районов в центр, да и вернуться обратно. Почему власти не обращают внимания как раз на эти моменты, что сократив закупки, сделали свои проблемы проблемами пассажиров, но не могут, если сами нормально покрыть маршрут, так пусть подвинутся. Желающие уверенно найдутся, а конкуренция она, знаете ли, стимулирует. Еще мне интересно, а вот если по этой теме департамент транспорта включит игнор и уйдет в глухую оборону и будет делать вид, что проблем нет и ничего не происходит, они что, реально думают, что проблема сама собой рассосется и наверху, а их гениальных управленческих решений их не узнают? А вот мне жители крутых ключей пишут, что уже готовы на митинги выходить и устраивать их и у департамента, да и, видимо, не только там. Ну так что посмотрим, чью сторону в итоге примет городское руководство.